В тот день ведьма Камилла с шумом открыла свою книгу заклинаний. Ага, вот оно колдовство времени! Заклинание готово! Нужно только три поросёнка! Ведьма Камилла щёлкнула пальцами, и тут же три поросёнка очутились в волшебной комнате. А-а-а! Где это вы? Помогите! Ведьма Камилла велела им замолчать и сказала, что превратит их в часы перевести время в будущее и превратить волосы Рапунцель в золото навсегда. В это время Рапунцель вдруг вошла в комнату. Ведьма стояла перед ней, так что поросят из-за неё было не видно, и сказала ей, «Пойди, погуляй в лесу, да вернись до темна!» И захлопнула дверь, «Пойди!» прямо перед лицом Рапунцель. Поведение ведьмы вызвало подозрение у Рапунцель. «Ох, что же мне делать? Пойти погулять в лесу или остаться здесь и проследить за тем, что будет делать Камилла?» Рапунцель выбрала прогулку в лесу, так как она уже очень давно не гуляла. А в это время злая ведьма полила поросят красным зельем, и они превратились в часы. «Указатели времени! Часовая и минутная стрелки!» Как только Камилла немного повернула стрелки, она увидела, что наступил вечер. Потом она опять их повернула и увидела, что настало утро. «Ах, ха-ха-ха-ха! Получилось!» А в это время, пока Рапунцель гуляла по лесу, она с удивлением увидела, что вдруг наступила ночь. А потом снова утро, и она поспешила назад в башню. Подойдя к башне, она увидела маму-свинку, озабоченно смотрящую на башню. «Что такое, милая свинка, что привело тебя к башне?» Мама-свинка рассказала, что поросята уже давно отсутствуют, и их следы привели ее к башне. «Что если ведьма сделала что-то с моими малышами?» Рапунцель попросила маму-свинку успокоиться и по своим волосам забралась в башню. Заглянув в комнату магии, она увидела трое часов, которых раньше там не было. Одни большие, средние и маленькие. Увидев Рапунцель, часы стали трястись. Но чтобы понять, что случилось, Рапунцель нужно было заглянуть в книгу магии. Хм, где же книга заклинаний? А, вот она! Нашлась! Изучив книгу, Рапунцель узнала, что поросята могут оставаться часами навсегда, если в небе полная луна. Согласно книге, она узнала, что чтобы разрушить заклинания, зелье из длинных тонких сосудов нужно вылить на часы. Но прямо перед ней было два зелья в тонких длинных сосудах – красное и синее. Какое из зелий мне использовать для поросят – красное или синее? Рапунцель рискнула и выбрала синее зелье. Как только она вылила зелье на часы, часы превратились в сверкающих поросят. И в этот момент вошла Камилла. Что происходит? Что ты сделала с моими часами, Рапунцель? Не дав ей опомниться, Рапунцель вылила красное зелье на Камиллу. Камилла вдруг превратилась в ходящие часы. Пока, благодаря Рапунцель, поросяты вернулись к своей маме, Камилла поняла, как неправильно было тратить время на зло. Несомненно, время ценно для всех. Три поросенка были очень-очень рады в тот день, Потому что их мама наполнила их корзинки самыми вкусными лакомствами, Чтобы они отправились на пикник у озера. Будьте осторожны, хорошо? Возвращайтесь домой не поздно. Окей, мама. Радостные поросята отправились на берег озера. Они кушали и наслаждались. Однако, они не знали, что за ними из-за деревьев наблюдает голодный волк. Ммм, не один, не два, три поросенка! Поев и попив, поросята мирно прилегли отдохнуть. Воспользовавшись моментом, жадный волк подкрался к ним. Веточкой он пощекотал ухо младшему поросенку. Улетай, муха! Герки копытцем отмахнулся от мухи, Но вскоре ему снова стало щекотно. Наконец, он открыл глаза и увидел, Что его щекотал огромный волк. Прозвращайтесь, волк! Когда другие два брата проснулись и увидели перед собой волка, Они бросили все и быстро убежали. Волк не слишком спешил поймать поросят, Потому что он думал, что им все равно далеко не убежать такими крошечными ножками. Потому что у волка лапы были огромными. Впереди три поросенка увидели огромный белый дворец. Они подумали, что если забегут внутрь, волк никогда их не найдет. И так они вошли во дворец через великолепный сад. Хозяйкой этого дворца была прекрасная Белоснежка. Когда принцесса болтала в саду с охотником, Она заметила, как вошли поросята. Охотник тут же схватил стрелы и лук, Но Белоснежка остановила его. Напротив, она хотела помочь поросятам и пошла за ними. «Поросята! Подождите!» Но поросята так испугались охотника, Что даже не слышали, что Белоснежка их звала. Пока они искали, где бы им спрятаться, Они наткнулись на три двери, все разного размера. Младший поросенок Герки вошел в маленькую дверь. Это была игровая комната. Там было множество всяких игрушек. Средний поросенок Герки вошел в среднюю дверь. Эта комната была библиотекой. Там повсюду было множество книг. А самый старший брат Герки вошел в самую большую дверь. Это была столовая. Там стоял огромный стол, Уставленный самыми разнообразными яствами. А в это время волк, идя по следу поросят, Смог проникнуть в сад незамеченным охотником, Который там стоял. Идя по следу, обнюхивая коридоры дворца, Он оказался перед маленькой дверью. Я знаю, ты тут, поросенок! Открывай дверь, или я вдохну и дуну, И сдую эту комнату! Младший поросенок Герки, Услышав голос волка, Спрятался в игрушках от страха. Нет! Ты не сделаешь это! Маленькая дверь, хлопнув, отворилась. Герки стал бегать по комнате среди игрушек. Спасите! Когда волк уже почти поймал поросенка, Герки выбежал из комнаты и побежал к Терки. Терки немедленно впустил брата. Когда Герки рассказал своему брату о том, Что за ними гонится волк, От страха они прижались друг к другу. В этот раз волк подошел к средней двери. Я знаю, вы тут, поросятки! Открывайте дверь, Или я вдохну и дуну, И сдую эту комнату! Эта дверь больше! Ты не сможешь ее сдуть как то! Волк дунул еще и еще. И так средняя дверь тоже открылась. Прыгая повсюду, Поросята пытались скрыться от волка. Волк пытался поймать обоих. И тут Герки и Терки удалось выскользнуть И убежать к своему брату Порки. Порки пустил братьев и крепко запер дверь. Он сказал братьям, Что здесь они будут в безопасности, Что у волка не хватит сил, Чтобы открыть эту большую дверь. Волк подошел к большой двери. Я знаю, вы тут, поросятки! Открывайте дверь, Или я вдохну и дуну, И сдую эту комнату! Поросята спрятались Под большим обеденным столом, А волк дунул еще и еще. Но большая дверь не поддалась. Волк дунул снова и снова. Дверь стояла неуязвимая. Волк уже собирался Со всей силы пнуть дверь, Когда рядом с ним Появилась Белоснежка. Эй, волк, оставь покоя, поросят, И убирайся из моего дворца сейчас же! Волк очень разозлился на Белоснежку, Которая хотела выгнать его из дворца. Он обнажил свои острые когти И двинулся к Белоснежке. Он подумал, что сначала съест ее, А потом поросят. Когда коварный волк Уже почти прыгнул на Белоснежку, Вошел охотник. Почувствовав опасность, Он выстрелил в тяжелую штору, И она с шумом Обрушилась прямо на голову волку. Помогите! Что это за тяжелая штука? Я не могу выбраться! Штора была очень тяжелая, И как ни старался волк, Он не мог двигаться. Воспользовавшись моментом, Белоснежка открыла своим ключом Большую дверь И поспешила к прятавшимся Под столом поросятам. Она сказала им, Что они поймали волка И отправят его далеко-далеко от дворца. Радостные поросята Вышли и обняли Белоснежку. Белоснежка У-у-у! Спасибо! Наш герой! Белоснежка! Дворцовый охотник Обмотал волка веревкой И отнес его В самый дальний угол леса. И так, Между тремя поросятами И Белоснежкой Началась дружба, Которая будет длиться вечно. А волк В самом дальнем углу леса Думал о том, Как подвела его Его жадность. Три поросенка Идут в пахо. Давным-давно На красивой лесной поляне Дружно жили мама-свинья Со своими тремя Маленькими поросятами. Однажды Младший поросенок Ниф-Ниф Средний поросенок Ниф-Ниф И самый старший поросенок Ниф-Ниф Решили отправиться в поход. Мама, Все наши друзья уехали На летние каникулы. Нам теперь не с кем играть. Разреши нам разбить лагерь У озера. Мама-свинья Не могла отказать Своим дорогим поросятам. Это замечательная идея, Дети мои. Конечно, Я разрешаю вам Идти в поход. Но обязательно Выберите хорошее место Для лагеря И убедитесь, Что ваши палатки Прочные. Ура! 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 На следующий день Поросята отправились В поход. Но только они Зашли в чащу леса, Как их заприметил Злой волк С острыми зубами И голодными глазами. Ммм, Какие сочненькие И аппетитненькие Поросята. Отличный будет завтрак. Но братья Даже не заметили Следующего за ними волка. Наконец, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф Добрались До берега озера. Там они нашли Живописное место Для лагеря. Самый младший Поросенок Ниф-Ниф Решил поставить Свой шалаш Возле дерева. Он собрал Большие листья, Чтобы построить домик. И не успели Его братья И глазом моргнуть, Как укрытие Было готово. Самый старший Поросенок Нуф-Нуф Подошел К младшему брату И посмотрел На его палатку. Какая замечательная Палатка, Ниф-Ниф, Молодец! Но как ты думаешь, Насколько она прочная? Да, конечно, Прочная, Братец! Средний поросенок Наф-Наф Решил сделать Свою палатку Из камыша. Для этого Он собрал Ростки на земле, Соединил их Вместе И тоже Очень быстро Закончил Свою работу. Но когда старший Поросенок Пришел К своему Среднему Брату И увидел Палатку Из тростника Он предупредил Его Твоя палатка Конечно Хороша Но защитит Ли она Тебя А случай Опасности Это же Тростник Да, конечно Смотри, Я выбрал Самый Высокий Тростник Моя палатка Ни за что Не рухнет Поскольку Два маленьких Поросенка Так быстро Поставили Свои палатки Они начали Играть И веселиться Тем временем Страшный Серый Волк Внимательно Следил За ними Из своего Укрытия Пока Младшие Братья Играли Нуф-нуф Начал делать Свою палатку Из толстых Ветвей Деревья Он работал Почти До самого Вечера Зато Когда его Убежище Было Готово Оно Выглядело По-настоящему Прочным Когда Ниф-ниф И Наф-наф Увидели Палатку Своего Старшего Брата Они Очень Удивились Твоя Палатка Конечно Прочная Но Ты же Все Время Работал И даже Не смог С нами Поиграть Когда Наступил Вечер И солнце Село Три Поросенка Решили Пойти На морковную Вечеринку В лес И конечно Голодный Волк Последовал За ними Три Когда Вечеринка Закончилась Три Поросенка Валились С ног От усталости Они Решили Вернуться В свой Лагерь А Злой Волк Ждал Всю Ночь Наутро Проснувшись В своем Домике Ниф-ниф Услышал Снаружи Шум Выходи На счет Три Поросенок Иначе Я уничтожу Твою Хижину Одним Ударом Моя Палатка Очень Прочная Ты Не Разрушишь Ее Ну Ладно Один Два Три Волк Сделал Глубокий Приглубокий Вдох И Вдул Все Листья С палатки Поросенка Наспех Построенный Шалаш Разлетелся На кусочки Ниф-ниф Едва Спасся И побежал К шалашу Своего Брата Наф-нафа Вскоре Серый Волк Появился Перед Тростниковой Хижиной Среднего Поросенка Я знаю Что вы Оба Там Глупые Поросята Выходите Иначе Я разнесу Эту Палатку Одним Ударом Моя Палатка Никогда Не Сломается Ладно Раз Два Три Волк 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 Снова Сделал Глубокий Вдох И Сдул Все Камыши С палатки Наф-нафа Братья Поросята Едва Спаслись И Стремглав Побежали В домик Своего Старшего Брата Братец Пусти Нас Волк Сломал Наши Палатки А теперь Он идет Сюда Тогда Нам нельзя Терять Ни минуты Пойдемте Со мной Ниф-ниф Наф-наф И Нуф-нуф Взялись За лопаты И вырыли Перед Палаткой Глубокую Яму Затем Они Выбрались Из нее По лестнице Братья Присыпали Свою Ловушку Землей А Затем Спрятались В домике Нуф-нуфа Который Он сделал Из крепких Веток Как раз В это Самое Время Голодный Волк Подошел К палатке Нуф-нуф Выходите Поросята А то Одним Ударом Я Разнесу Твою Палатку В щапки Не теряй Времени Волк Ты не сможешь Разрушить Мою Палатку Что ж Посмотрим Раз Раз Два Три Волк Набрал воздуха И стал дуть Изо всех сил Но прочный домик Остался невредим Волк подошел Ближе И снова дунул Но ничего не получилось Укрытие даже Не качнулось Волк Волк Сделал Еще шаг Ближе И вдруг Нееет Упал в яму Вырытую поросятами Увидев что волк Попался в ловушку Поросята Выбежали из палатки И закрыли Яму Затем Братья Отправились Домой К своей маме Чтобы рассказать Ей о случившемся Мама Ты была права Нам надо было Быть осторожнее Мы должны были Проверить местность Перед походом А самое главное Нам надо было Установить Прочные Надежные Палатки Мама Свинья Крепко Обняла Своих детей Она была Очень счастлива Что они Благополучно Вернулись Домой И все Кончилось Хорошо В глубине леса В маленьком домике Жили-были Три поросенка Со своей мамой Однажды Мама Позвала Поросят Что если Сегодня Мы сделаем Пиццу Вместе У-у-у Да Но У нас Кое-чего Не хватает Кукурузы Лука И помидоров Я и мои братья Пойдем и перенесем Недостающие Мама Не волнуйся Мы быстро Итак Три поросенка Отправились В путь Они решили Разделиться Потому что Каждый из них Должен был Принести Разное Один Пошел на Кукурузное поле Один За луком А третий За помидорами А в это время По лесу Рыскал Злой И страшный Серый волк А в этот Запах Поросята Да Запах Поросят Увидев Впереди Поросенка Волк Отправился За ним Когда Волк Понял Что Поросенок Направляется К полю С луком Он Побежал Вперед И спрятался Посреди Высокого лука Вскоре поросенок Тоже пришел на поле Он обнюхал луковицы Одну за другой Чтобы отличить сладкие от горьких Когда он в очередной раз Потянулся за луковицей Он дотронулся до уха волка Привет, поросенок! А-а-а! Волк! Спасите! Тихо! Спокойно, чемпион! Скажи, что ты делаешь На луковом поле? Поросенок рассказал волку Что он собирал лук для пиццы Когда волк понюхал лук У него заслезились глаза Он сказал, что этот лук Горький И что у него дома Есть очень сладкий лук Немного подумав Поросенок согласился Пойти с волком Они вместе скрылись из виду Был полдень Средний поросенок Прибыл на кукурузное поле Но кукуруза Кукуруза была гораздо выше него И он не мог дотянуться до початков Он сложил несколько камней Друг на друга И взобрался на них Он почти дотянулся до початка Но потерял равновесие И упал прямо в лапы волка А-а-а Возьмите Волк Волк осторожно Поставил поросенка на землю И сказал, чтобы он не боялся Что ты делаешь здесь, поросенок? Ты чуть не воронился Собираю кукурузу для пиццы Не похоже на это, но Как раз этим утром я собрал самые красивые початки Ведь я такой высокий Пойдем со мной, и я отдам их тебе Поросенок очень обрадовался доброжелательности волка Что ж, будет очень хорошо Я недостаточно высок, чтобы собрать ее Средний тоже исчез с волком Был уже почти вечер Старший поросенок собирал помидоры в широком поле Некоторые так вкусно пахли, что он сразу же проглотил их В животе у него было больше помидоров, чем в его корзине Пока он довольный бродил по полю Неожиданно он ударился головой о деревянную палку И упал на землю Посмотрев наверх, он увидел злого волка, переодетого чучела Поросенок спросил волка, почему он стоит посреди поля, одетый как чучела Когда волк сказал, что так он в свободное время помогает фермерам, он поверил в доброе намерение волка и успокоился Почему ты здесь, малыш? Вообще-то, я собираю томаты для пиццы Пицца? Люблю ее! Но просто томатов недостаточно Тебе нужно еще сыр, грибочки, перец И самое главное... Да... Самая главная вещь это печка, поросенок Печка! Если нету хорошей печки, все эти ингредиенты будут впустую Немного подумав, старший поросенок согласился с волком Потому что печь у них дома была небольшой и не разогревалась достаточно Давай! Попробуй пиццу из моей печки! Ты не сможешь остановиться! Поросенок принял предложение волка и они ушли вместе Когда село солнце и в небе появилась луна Мама с волнением ждала своих поросят домой А в это время из логова волка доносились крики поросят Помогите! 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 Оказалось, что все три поросенка очутились в ловушке в логове волка Он обманул их и собирался проглотить Он наложил дров в печи и развел большой огонь Забыл сказать вам, поросятки Моя любимая пицца Пицца со свининкой! Поросята в страхе жались друг к другу Когда волк подкидывал еще дров в печку, чтобы огонь стал жарче Старший поросенок увидел в стороне открытый мешок муки Он с трудом дотянулся Набрал горсть муки и разделил ее между братьями Когда злой волк открывал дверцу клетки Собираясь отправить поросят в печь Они вместе бросили муку в волка О, глаза! Где вы? Я ничего не вижу! Ну-ка быстро сюда! Волк ничего не видел Из-за облепившей всю его морду муки Воспользовавшись моментом Средний поросенок толкнул волка в клетку А младший поросенок запер его Как ты там говорил? Пицца со свининой? Ха! Сиди теперь с пустым животом Может, теперь ты одумаешься А мы пойдем есть вкуснейшую пиццу Вперед, братья! Нет! Вы не можете уйти! Не оставляйте меня здесь! Наконец, поросята собрали все, что нужно И пришли домой Их мама была очень рада увидеть своих поросят Ах, вы же всего лишь пошли за кукурузой Луком и помидорами Где же вы были? Я так волновалась Поросята по порядку рассказали о том, что с ними случилось Потом вместе они испекли пиццу Было очень вкусное И потрясающе пахло С того дня Три поросенка Пообещали маме Что никогда ничего не будут брать у незнакомца Не сказав об этом ей А волку пришлось довольствоваться Доносящимся издалека Запахом пиццы Однажды поросенок Горки, грустный, сидел в саду К нему подошел его старший брат Порки Что случилось, Горки? Чего грустишь? Мне так скучно, братец Ничего не могу придумать, что делать Ты знаешь, вообще-то у меня идея Что это? Играть в грязи? От этого я тоже устал О нет! Когда-то я был в месте, которое называется город Там был огромный парк развлечений, весь в огнях Может, пойдем туда? В этот момент поросята услышали хруст Они испугались, но затем продолжили оживленный разговор Ура! Парк развлечений! Услышав, как радуются Горки, его второй брат Торки Тут же к ним присоединился Они снова услышали хруст Они не заметили, что из кустов их подслушивает волк Пойти в город и сходить в парк развлечений? Поймаю-ка я вас по дороге и покажу, что такое развлечение Но дорога далека и опасная А мы осторожны и будем по дороге защищать друг друга Пожалуйста, давай пойдем! Итак, три поросенка отправились в город А коварный волк последовал за ними После долгого пути по лесу Три поросенка очень устали Мои ножки болят от ходьбы Давайте отдохнем сейчас С помощью своего старшего брата Поросята сделали палатку Из листьев и веток Они забрались в нее и глубоко уснули А в это время волк бродил где-то поблизости Пытаясь учуять поросят Где же эти поросятки? Спустя несколько часов Младший поросенок очень проголодался Не разбудив своих братьев Он вышел из палатки, чтобы поискать еду Впереди он увидел яблоню Он уже почти дотянулся, чтобы сорвать три яблока Как вдруг прямо перед ним появился волк Это то, чего ты хочешь, поросеночек? Спасите! Волк! Волк уже почти схватил гурки Но поросенку удалось выскользнуть из лап волка И он убежал к братьям Братья, просыпайтесь сейчас же! Здесь волк! Вот там волк! Три поросенка в страхе Жались друг к другу в палатке Откройте дверь и пустите меня, поросята Или я вдохну Иду ну, и сдую ваш шалаш Ты не сможешь это сделать Шалаш крепкий Сказав это, волк как дур и сдул палатку Три поросенка были поражены Ну и как вы теперь убежите? Средний поросенок Торки показал волку на дерево О, нет! Это что там, большой медведь вот там? Что? А? Медведь? Где он? Когда волк отвлекся, поросята поспешили прочь Вскоре им повстречалась маленькая заброшенная ферма Смотрите, братья, это ферма! Вперед, спрячемся там! Один за другим поросята спрятались в стоге солома Но младший поросенок Гурки Оставил на верхушке стога свою шапочку Коварный волк, который был очень голоден Искал поросят повсюду Когда он увидел ферму, то подумал, что может найти там что-нибудь поесть Когда он туда входил, в стороне он заметил стог сена И шапочку на нем Вот! Поросятки, наверное, в этом стогу сена! Я нашел вас! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Когда поросята, затаившись, ждали, они снова услышали хруст А? Волк опять нашел нас? Тсссс! Давайте тихо! Злой волк переоделся в фермера и пришел во двор О-о-о! Это так сложно быть старым! Я так хочу, чтобы мне кто-то помог отнести продукты на ферму! Поросята тихонько ждали И тогда мы устроили бы пир! Эй! Это, наверное, фермер! Если поможем ему, то отлично перекусим! Нет! Это может быть волк! Не будем выходить! Так вы не поможете фермеру поросята! Когда я вдохну и дуну, и сдую этот стог сена! Волк набрал побольше воздуха и как дунул! Когда стог соломы сдуло, три поросенка пустились на утек! Ну-ка сюда! Я съем вас! Сбившись с пути, три поросенка постепенно оказались на вершине горы Перед ними была подлая гиена Вау! Еда сама ко мне пришла! Старший из братьев порки встал перед поросятами, чтобы защитить их Прочь от нас, гиена! Средний брат увидел, что над ними летает стервятник Б-б-братец, смотри, это стервятник! Поросята были очень далеко от дома Это сделало их легкой добычей для хищников Три поросенка были в ужасе Они не знали, как избавиться от них Пока гиена ходила вокруг, выбирая, кого съесть первым Он вдруг побежал прямо к горке И тут появился волк Он прыгнул прямо перед гиеной Не трогай их! Волк следил за поросятами с самой фермы В этот раз, однако, он взял на себя гиену, чтобы их защитить Своими страшными когтями он отпугнул гиену одним движением Но на этом опасность не закончилась Волк, берегись! Стервятник атакует! Волк страшно завыл, когда стервятник, широко расправив крылья, летел по направлению к поросятам Стервятник так напугал бой волка, что он развернулся и полетел прочь от поросят В ужасе от стервятника поросята почти упали с утеса Не-е-е! Падаем! Спасите! Волк быстро пришел на помощь Одним рывком своей сильной лапы он вытащил их всех Спасибо, Волк! Почему ты помог? Потому что я должен съесть вас, поросята! Ха-ха-ха-ха! Идите прямо от этого камня! Ваш дом там! И в этот раз будьте осторожны! Спасенные волком поросята Долго шли в указанном им направлении И, наконец, пришли домой Они пообещали, что никогда не будут уходить далеко без присмотра взрослых На следующий день Раздался стук Поросятки, откройте дверь и пустите меня Или я вдохну и дуну и сдую ваш домик Ты знаешь, что не сможешь его разрушить Вы не верите? Тогда раз Два Три С того дня Коварный волк и три поросенка Поняли, как важно быть вместе Против опасности И жили долго и счастливо АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ